В нашей стране начала работать программа по бесплатному профессиональному обучению россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. С начала ноября федеральная программа реализуется на базе Колпашевского социально-промышленного колледжа по трём компетенциям. 29-летний житель Колпашева Константин Цобин решил воспользоваться такой возможностью, зарегистрировался на платформе WorldSkills Russia и теперь осваивает поварское дело. Всегда мечтал быть поваром, а тут выдались такие курсы. Вот пошёл. Сегодня чем вы занимаетесь, расскажите, какое у вас задание? Готовим гарниры, готовим и выкладываем. И как оказалось, не такое уж это простое задание, по крайней мере для новичков. Но под руководством опытных наставников, преподавателей КСПК, у начинающих поваров есть все шансы освоить азы их будущей профессии. Сложности в этой профессии всегда есть. Где-то переварил, где-то недоварил. Сейчас поэтому учимся. Для начала, для себя, но в будущем всё равно планирую и на повышение квалификации, и работать. Цель федеральной программы, организованной Министерством просвещения Российской Федерации и Союзом WorldSkills Russia, оказать поддержку в сфере занятости населения, а также предоставить возможность приобретения дополнительных профессиональных навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Обучение ведется по наиболее востребованным в нашем регионе направлениям. В июне месяце этого года вышло постановление правительства Российской Федерации об обучении лиц, пострадавших от воздействия новой коронавирусной инфекции. Были сформированы группы учащихся по компетенциям, и с 5 ноября они благополучно приступили к занятиям. На базе Колпашеского социально-промышленного колледжа в рамках федеральной программы организована работа четырех групп. Помимо поварского дела, обучающиеся постигают знания в сфере кулинарного искусства, а также ремонта и обслуживания легковых автомобилей. Программы по трем компетенциям в КСПК осваивают 50 человек. Есть определенные программы на каждую компетенцию, они предложены Академии WorldSkills, и мы четко следуем темам этой программы. У каждой компетенции своя программа, утвержденная уже. В процессе занятий, а это 144 часа, в течение месяца они занимаются, осваивают профессию по компетенции кондитерское дело кондитер, по поварскому делу повар, а по компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей, профессию слесаря по ремонту автомобилей. Я предпочитаю мясные блюда с соусами, нежели крупы и овощи. Первокурсник КСПК Владимир по окончании девяти классов в школе решил получить профессию повара, поскольку с детства любит готовить. Потому что для себя нравится готовить. В принципе, больше причин нет. А на месте жительства есть хорошая возможность обучиться профессиональному делу. В будущем работать по профессии той, которая тебе нравится. Профессиональное обучение позволит Владимиру получить практические умения и навыки. У нас в первый год нет поварского дела. В первый год мы заканчиваем 10-11 класс полностью. Со второго курса у нас начинается поварское дело. Но поскольку выдались бесплатные курсы для учеников, которые выпустились в 2020 году, я пошел именно вот сюда, на эти курсы, чтобы попробовать готовить и научиться. И получить профессию заранее, чтобы летом подрабатывать. Участникам федеральной программы могут стать люди, для которых есть риск увольнения. Выпускники школ, колледжей, вузов 2020 года, а также те, кто ищет работу сейчас. На их переобучение из федерального бюджета выделено почти 3 миллиарда рублей. После прохождения обучения студенты получат документы о квалификации, а также скиллс-паспорт с профилем полученных профессиональных компетенций. По окончании обучения всем учащимся, дошедшим до окончания этого обучения, предстоит сдать демонстрационный экзамен и на выходе они получат свидетельство о профессии рабочего с разрядом. Это свидетельство дает право устроиться на работу. Обучение проходит в центре WorldSkills, социально-промышленного колледжа, оснащенного самым современным оборудованием. Вообще, как относитесь к тому, что появилась вот такая программа и такая возможность для жителей вот в период коронавируса получить новую профессию? Очень хорошо, очень многие хотят учиться, но нет возможности. В связи с тем, что эта инфекция до конца еще себя не изжила, и еще неизвестно, когда будет завершение вот этого всего, поэтому мы предполагаем, что на будущий год-то точно, на будущий год и в 2001 году еще будет дополнительно, скорее всего, выделены средства для освоения их и обучения вот такого. Поэтому будем работать и в следующем году.